вот кстати история о том как приписывают распространение болезни всяким жучкам сейчас популярны эти клещи но это как бы не новое это было еще давно и самый лучший вот видно это на том как официально трактуется история чумы и какие в принципе проблемы с этой трактовкой вот ну здесь меня как бы две карты это как бы карта расхода этой болезни скажем так по европе одна вот вторая также у меня небольшая такой график здесь внизу который показывает как эта болезнь работает то есть начинается все из бактерии ярсения пастис которая заряжает черных крыс значит черных крыс кусают блохи именно переносчики этой болезни то есть это официально вот а значит эти бактерии начинают размножаться в животе вот этих блох делается некий чумной блок через 8 дней или от 8 до 24 дня и потом когда блоха начинает кусать свою жертву то есть скажем так человека то как бы из-за того что у нее стоит блок в животе то как бы ну бактерии выплевывается что ли попадают в кровь как бы человеку ну и заражая дальше самого человека вот но значит первая вещь которую я хочу отметить а а инкубация конечно в человеке длится от нескольких часов до 9 суток первая вещь которую хочу отметить это что слово чума и слово черная смерть это в принципе ну довольно недавно и изобретение эта болезнь так в средние века не называлась а ее называли пестоленция по-русски она называлась мор поветреный или мор это кстати важно я объясню немножко попозже почему теперь смотрим на историю распространения этой болезни значит считается что болезнь пришла из азии а из монголии там значит есть описание 11 12 века якобы как там умерли люди ну симптомы те же самые вот странно что монголия китай она ударила стран таки как вьетнам и корея вообще и японии вообще не видели этой болезни но неважно потом болезнь значит двинулась по средней азии значит попала на в европу якобы это якобы история официальная опять же что была некая осада форта в крыму и значит для того чтобы сломить дух защищающего то было приказано значит катапультировать тела умерших людей от именно вот этой болезни ну то есть чтобы в форте люди начали паниковать болеть там умирать и так далее вот и после этого значит эта инфекция пошла дальше на кораблях ну и дальше в европу она пошла вот сама история немножко глупая потому что естественно блохи на мертвых людях не сидят блохи сразу же уходят с мертвых людей вот и скорее всего бы они кусали катапультищиков они сидели на трупах но неважно теперь вот вот странности идут дальше то есть болезнь идет как бы в европу нам рассказывают что она как в первую очередь она быстро передвигалась по морям но инфекция сама она как видите вот она на вот этой русской карте она хорошо показана таким расцветкой то есть она шла получается с южного побережья и как бы в глубь страны то есть не 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 с портов которые были на севере да то есть там а вот именно с глуби то есть она даже как-то как как-то смешно получается то есть корабли вроде бы здесь плавали ну а здесь никто поначалу не заболевал вот а следующее следующее очень интересное то что опять же переносчики вот этой болезни это как якобы вот эти черные блохи но они живут как бы на вот этих черных крысах понимаете средние века как бы это была не та европа которая сейчас существует средние века это были раздробленные маленькие поселения были несколько крупных городов таких как париж ну и те даже насчитывали вот крупный город в этот период это считался город с населением там 100 тысяч 150 тысяч то есть очень очень слабо заселенный регион а в основном люди жили на земле не забывайте что в этот период в европе еще правило крепостное право серфдом вот и люди были привязаны к земле это то есть они могли сесть вот как сейчас там на поезд в мюнхене и поехать там в брасл например такого не было то есть люди жили в своих селах если там и были крысы то естественно крысы жили с ними в этих самых селах то есть они никуда не не шли эта карта она как бы намекает нам на то что был огромный марш крыс по европе то есть как бы ну и как бы приехав привезли из азии где-то они вот здесь в марселе том же сам как бы первый очаг считается они значит там расплодились до и дальше они начали маршем идти по всей европе перебегая от города в город и значит заражая там людей конечно такого не было более того если бы такое было то были бы описание о трупах крыс причем много таких описаний упоминаний в истории вообще как бы нет следующий парадокс опять же связан с некими регионами европы которые вообще не были затронуты например польша чумы в польше вообще не было так а то есть милань вообще не было чумы ну и на этой карте есть еще не не как некоторые регионы теперь внимание как историки объясняют это вы не поверите и кстати нет не историки это даже уже эпидемологи тоже врачи объясняют это они говорят что в этих регионах была еда которая крысам не нравилась вот поэтому они туда как бы не шли вот такое это и без шуток официальное объяснение всего этого вот ну путь дальше опять же если смотреть на путь этой эпидемии почему-то она как бы не идет сначала на север россии да вот она идет как-то на юг а вот в эту сторону то есть на сторону скажем рязани москвы она только попадает эпидемия начинается в 1346 году а в эти региона вроде бы как бы попадает только в 1352-53 году то есть фактически через восемь лет тоже странно то есть как бы инфекция вот делает такой огромный круг это без бегают по всей европе значит черные вот эти крысы с них прыгают блохи там кусают всех вот и наконец-то вот эти крысы делали такой огромный минуя польшу забегают знать в россию и как бы а начинают там кусать людей вот ну вот такая история вот этой болезни там если честно очень очень много чего не то чтобы странного она более глупая и глупая что люди вообще такое могут говорить обученные люди то есть это это не как бы не простые люди профессор и врачи и так далее кстати все это есть википедия в принципе неплохо описано вот мне самое больше понравилось описание всех как бы городов заражения какие там проходили кстати хочу ваше внимание вот обратить на вот этот это запись о с париж 1348 год вот и вот что здесь написано согласно реймонду давинарио в июне на западной части парижского неба взошла необыкновенная яркая звезда расценивающая как предместник чумы король флипную дальше они там начали трапать оттуда почему это интересная заметка я сейчас вам покажу есть такой писатель который написал робинзона круза дэниел дефо вот и у дэниела дефо есть еще одна книжка journal of the play gears это как бы биография некая о пандемии той же самой постеленте которая произошла в лондоне 1604 до 1605 год вот дефо в это время не жил но он как бы взял интервью человека который прожил через эту пандемию в 1722 году и как бы описал с очевидца фактически и когда мы перевернем на страницу 26 вот этого замечательного описания вот что здесь написано in the first place в первом на первое месте горящая звезда или комета появилась несколько месяцев перед тем как началась пандемия before the plague это было так же как случалось и раньше и это было перед огнем ну fire это как бы лондонский пожар известный пожар вот значит дальше описывается что было старые женщины рассказывали что было две кометы которые пролетели прямо над городом и возле домов прямо над крышами домов и они всем было из стало ясно что что-то странное с этим городом комета была перед паст ланс у сфин дал значит она была такого тухло тухлого цвета что ли вот вот такое описание то есть описание получается 17 века и описание фактически 14 века сходится что случалось перед тем как началась пандемия вот не забывайте также что вот эта теория как в болезни переходит через всяких буквашек опять же это новая теория средние века никто так не думал в средние века теория о том как появилась пандемия была называлась миазмовая теория то есть теория отравленного воздуха почему и ходили вот ребята были такие назывались они чумные доктора что ли плейк доктор такие дядьки с с клювом то есть это закрывать лицо и в клюв набивались всякие благовония чтобы фильтровать воздух чтобы ни в коем случае не вдыхать это вот но потом в девятнадцатом веке это все переписалось болезни дали новое название ее больше не звали паста лэнсия паста лэнсия лэнсия не забывайте что это как лэнтерн как свет после света получается она или лэнт это еще по-английски праздник вот этот религиозный когда там иисус в пустыне типа карантинный этот праздник 40 дней в пустыне он пробыл что ли вот с российского тоже языка была убрато вот этот поветренный мор и заменен как бы чумой вот так такая история ну а можете теперь подумать о вот этих всяких жучках кстати вот с недавним как к видом который был тоже вроде бы все как бы из азии пришло до что-то вырвалось из азии с китая и как бы начала косить весь мир такая сценарий повторяется всегда циклично ну все